Ну кто бы мог подумать, активы Януковича и в России и на Украине наконец-то национализированы. Про то, что в прошлом году олигархи заработали 50 миллиардов баксов, слышали, пожалуй, все. Вот вам еще новость. Сбер получил рекордную прибыль. Идет активная раскачка национального вопроса. Тина Канделаки возмущена вытесением русского языка в Казахстане. Усман Баратов возмущен словом «русский» во вращении к россиянам. В союзе азербайджанцев требуют наказать Петра Толстого за разговор о диаспорах. Кто кого? Единая Россия или мигранты? Катастрофа ЖКХ продолжается. Разобраться и наказать виновных? Нет! Лучше повысим тарифы ЖКХ, так предлагает единоросс депутат Гурулев. Куда опять пропали яйца? В Ставрополье пустые полки в магазинах. Все по плану. Новомодная болезнь в Китае убивает 100% испытуемых грызунов. Кто следующий подопытный? Вырвется ли этот вирус на свободу? Очередная подстава от друзей. Китайцы попустили ракеты «Кинжал», которая уязвима для американских систем «Патриот». Вот это поворот! Сотрудники украинских военкоматов не имеют права насильно мобилизовывать, заявил Лубинец, уполномоченный Верховной Рады. Нетаньяху сообщил, что война в секторе Газа продлится до 2025 года. Добрый день, дорогие друзья! Тема национальной миграционной политики ворвалась в повестку. Сейчас все разложим по полочкам. С вами, как обычно, Павел Иванов. Призываю вас ставить лайки, писать комментарии, делать репосты. Вчера с коллегами у нас есть небольшой чат. Там Антон Хардин, реальная журналистика, некоторые другие блогеры обсуждали, что с Ютубом вообще такое. Мало того, что он подглючивает, так еще и с просмотрами творится какая-то дичь. Вчерашний ролик, который я опубликовал, посвященный базовой теме, это были протесты в Башкирии, начал очень хорошо набирать просмотры. За первые 2 часа 50 тысяч для таких длинных роликов, как мой, это нечастое явление. Но в какой-то момент просмотры резко затормозились, и все. И никакая новая аудитория об этой животрепещущей теме не узнала. Судя по всему, кремлевские боты, тролли, кто там сейчас этим занимается, очень жестко прессуют на Ютубе всю неправильную повестку, всю оппозиционную тематику. Поэтому я как никогда нуждаюсь в ваших лайках, комментариях, репостах, донатах. Вместе мы села, вместе давайте пробиваться. Только вы можете, пожалуй, своим друзьям, родственникам, коллегам рассказать о каких-то важных темах, поделиться моими роликами. Ну и не только моими, роликами коллег. Если вы видите, что-то важное происходит, обязательно подключайте окружение ваше к этой информации. Не просто, чтобы поохать и повздыхать, а чтобы понимать, что происходит, и как на все это повлиять. Потому что рано или поздно эти проблемы коснутся каждого из нас, к сожалению. Подмосковье. Город Чехов. Очередное обращение участников русской общины. Выясняется, что мигранты, трудолюбивые соотечественники избили очередного участника специальной военной операции. В одном из недавних роликов я приводил эту печальную статистику, что за последние полгода уже человек 7-8 вернувшихся со спецопераций героев-ветеранов встретили на родине очень какое-то невежливое обращение. И сколько это будет, что называется, продолжаться? Друзья, как вы считаете, почему Следственный комитет, ФСБ, МВД, они как-то вот передают русским общинам решать эти вопросы? Тина Канделаки обратила внимание на процесс вытеснения русского языка в Казахстане на государственном уровне. Она сравнила процесс дерусификации с рукоплесканием фильму «Барат» и призвала казахстанскую сторону обратиться к разуму, а не заискивать перед американскими СМИ. Вы знаете, здесь очень тонкий момент. На днях мы с вами разбирали выступление Владимира Владимировича, где он упомянул, что притеснение русских в Прибалтике – это угроза нашей российско-национальной безопасности. Фактически это похоже на некий намек на новую спецоперацию теперь в Прибалтике. Теперь, когда Тина Канделаки рассказывает, что русских притесняют, русский язык притесняют еще и в Казахстане. Это что, такой же намек? С другой стороны, да, процессы дерусификации, националистические настроения – это большая проблема, особенно на фоне того, что происходит сейчас в Башкирии. Чуть позже мы к этому придем. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал национальные диаспоры, землячество и общины легализованными мафиозными структурами. Также подкупают местную власть, отмазывают собственных боевиков, крышуют полулегальный бизнес, запугивают всех остальных, сказал он, комментируя оскорбительный пост в отношении участников СВО узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. На что я хочу обратить внимание. Сами по себе землячество и диаспоры – это нормальное явление. По всему миру существуют чайна-тауны, городки, районы, кварталы китайцев, японцев, корейцев, французов, бельгийцев. Это обычное явление. Проблема в том, что в нашей стране, пропитана олигархическим строем, МВД легко коррумпируется, судебная система часто не понимает вообще, где закон, а где нарушение прав коренного населения, государство прогибается под строительный там олигархат и всех других олигархов, которые стригут деньги на миграционных потоках. Этому государству на местных жителей, на собственное население глубоко наплевать. Это корень зол. И у нас в стране, должен сказать, да уточнить Петр Толстой, да, при слабом правопорядке, при предвзятой коррумпированной судебной системе, при беспределе чиновников, которым плевать об кого вытирать ноги, конечно, диаспоры, землячество и общины становятся зачастую легализованными мафиозными структурами. Это важное уточнение, чтобы никто не мог прикопаться. По полочкам надо все раскладывать. Ах, в союзе азербайджанцев России ущемились и потребовали извинения от вице-спикера Петра Толстого, сравнившего диаспоры с мафией. Что интересно. Ребята начали проводить небольшое расследование, посмотрели, а что пишут в социальных сетях. Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Заявление Толстого очень не понравилось. Азербайджанцам? Я в корне не согласен с его, Толстого, высказыванием. Я считаю, что он должен извиниться перед всеми народами, которых оскорбляют его высказывания. Я считаю себя оскорбленным его комментарием, сказал Гусейнов, добавив, что готовит обращение в комиссию по регламенту Госдумы. Причем тут комиссия по регламенту, когда это должна рассматривать комиссия по этике? Ну ладно. На видео запись экрана в крупном паблике ВКонтакте «Союз азербайджанцев». Недавно там выложили пост, в котором назвали известного вора в законе, бандита и убийцу Равшана Ленкаранского достойным сыном азербайджанского народа. Это сообщение лайкнуло около тысячи человек, большинство из которых предпочитает жить в России. Достойный сын. Достойный сын живет по понятиям. Достойный сын. Лайкает тысячи человек. Этого достойного сына. Уголовника. Вора в законе. Мы как должны их оценивать, таких людей замечательных, которые гордятся ворами в законе? Тина Канделаки обратила внимание на процесс вытеснения русского языка в Казахстане на государственном уровне. Понятно. Вот этот самый гвоздь программы. Я уже обратился к его помощникам, прошу у него интервью. С большим интересом с ним бы пообщался. У меня есть вопросы, на которые хочется получить ответ. Здоровья, воскресенье, Малышева смотрим. Или Жиздова. Она уже забыла слово российское. Везде она. Был коронавирус. Наши русские ученые изобрели от коронавируса то-то. Наши русские эти. Но в этом это тоже не важно. Это очень важно. Вот я, как гражданин России, меня это трогает. Я не русский. Никогда у меня нет в крови. Я узбек. Я не хочу раствориться. Адаптация, да. Я уже закончил русскую школу со знаменитым народным артистом России Александром Абдуловым. Мы учились в одной школе. Адаптация нужна. Интеграция нужна. Но нельзя ассимилироваться. Это опасная вещь, ассимиляция. Когда теряешь свои корни. Да. И даже... И, кстати, это очень такой сложный вопрос. Это тонкий вопрос. В самом деле у нас в России ценятся традиционные ценности. Помнить свои корни, свою историю, ценить обычаи своего народа – это важно. Поэтому все коренные народы Российской Федерации должны и пользоваться законной поддержкой якуты, буряты, хакасы, калмыки, татары, евреи, украинцы, русские, белорусы, все народности, многочисленные кавказские народности, сколько их там огромное количество, все они имеют право на свою память, на свой язык и так далее, и так далее. Вчера мы уже уделили определенное время в сводках термины адаптация, интеграция. Сейчас не будем на этом заострять внимание. Кого узбекская диаспора вообще выставляет своим спикером, фронтменом? На самом деле человека, который получил хорошее образование. Обратим, опять же, внимание, что все-таки Узбекистан во многом более развитая держава, чем Кыргызстан или Таджикистан. Это исторически так сложилось. Например, в Узбекистане было развито самолетостроение. Не так много стран в мире умеют выпускать самолеты. В Узбекистане умели. Сейчас уже это прошлое. Но, тем не менее, даже в рамках советской Средней Азии Узбекистан был впереди своих соседей по уровню развития. Но вопрос-то как ставится? Хватит употреблять слово русский. Я хочу напомнить, что во многих странах мира все выходцы Советского Союза называются русскими. И глубоко плевать, что вы считаете себя узбеками, украинцами или эстонцами. До сих пор всех вас одним словом, всех нас одним словом называют русские. В Америке, в разговорном языке, Soviet people, вообще, ну, это очень редко кто использует, Russians. Слово россияне вообще такого нет. Это тоже Russians. Для многих людей это слова синонимы. Я согласен, разница есть. Россияне имеют право осознавать себя татарами, башкирами, бурятами и так далее. Когда я брал интервью у представителя русской общины, Андрей, вылетело из головы фамилии, напишите в комментариях, активисты русской общины. Я как раз обращал внимание, что так быть не должно. Что все коренные жители Российской Федерации должны приниматься в такие организации, как русская община, даже если они считают себя татарами, башкирами и так далее. Если они здесь коренные жители, то они должны иметь преференции перед всеми приезжими. Ну ладно, это, как вы понимаете, довольно большая и глубокая тема. Узбеки теперь будут нам указывать, использовать слово русский или российский. Госдума отклонила законопроект Михаила Матвеева, КПРФ, нашего регулярного гостя, о расширении перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного российского гражданства. Инициатива нашла горячих сторонников справедливой России, но единороссы ее не поддержали, потому что уже там недавно приняли новый закон. Вот давайте посмотрим, как он будет работать, а там, может быть, подумаем. Ну вы поняли, да? Я периодически встречаю критику. Паша, какой делягин, какая справедливая Россия. Вот КПРФ, это молодцы. Я вам многократно объяснял, что вы в плену иллюзий. За эти полгода все мои предсказания, касаемо того, что КПРФ тоже не будет особо-то в выборах участвовать, все подтвердилось, друзья. И вот вопрос, например, миграционной политики. КПРФ и справедливая Россия по такому важному вопросу вместе. А Единая Россия против? Несмотря на всю системность российской политики, несмотря на то, что все определяет администрация президента, все-таки КПРФ и справедливая Россия остаются гораздо более народными партиями, чем единороссы, ЛДПРовцы, а новые люди, это вообще отдельная история, сообщали о том, что телеграм-каналы, которые активно освещали протесты в Башкирии, о которых мы говорили вчера и позавчера, позавчера они начинались, вчера дошло до массовых столкновений с Росгвардией, летали дубинки. Телеграм-каналы блокировали. Мало того, что в регионе вообще не работал WhatsApp, и определенная часть пользователей в Москве, в Питере, в других регионах России тоже столкнулись с блокировкой WhatsApp, то есть это глушило наша замечательная власть, WhatsApp, работу WhatsApp. Оказывается, что в Телеграме тоже несколько каналов были заблокированы. Через несколько часов их работа была восстановлена. Я напоминаю, что Телеграм довольно давно начал активно сотрудничать с российской властью. Он сотрудничает не настолько душа нараспашку, кишки на выворот, как это делает ВКонтакте, но Телеграм только в определенных режимах работы, только при личных созвонах, дает какую-то анонимность. Любые публикации в группах, сообществах, закрытых группах, закрытых сообществах, это все доступно нашим силовикам. Когда в дагестанском аэропорту два месяца назад были массовые протесты, которые народ запомнил, помимо поиска евреев в двигателе самолета, на Северном Кавказе, в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Телеграм вообще не работал почти сутки. Насколько я понимаю, насколько эксперты говорят, ФСБшники не научились Телеграм блокировать. Но администрация Телеграма, если их просят, они помогают. Здесь, видимо, произошло то же самое. На полдня, на несколько часов ряд каналов, которые освещали ситуацию в Башкирии, были заблокированы, потом разблокированы. Установлены личности 51 провокатора в Башкирии, которые вступили в конфликт с силами правопорядка и устроили акты дезорганизации у суда. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого они будут задержаны, отправлены в суд. Никаких домашних арестов и обязательств о явке правоохранителей Башкирии не обещают. Следующая новость. Вот тут же. Суд в Уфе арестовал шестерых участников протеста в городе Баймаке в Башкирии. Как выяснилось, я даже вчера был не точен, это даже не город, это какое-то поселение, поселок городского типа. арестовали шесть человек. Установлен 51 человек. Население всего этого Баймака 15 тысяч человек найти смогли только шестерых. Знаете, как это выглядит? Сами догадаетесь, или надо комментировать. Выглядит это так, как будто власти обделались, как будто бы власти имеют шаткую позицию, как будто бы власти понимают, что перегнули палку. Этого никто признавать не хочет. Но то, о чем я говорил в ролике вчера, подтверждается даже вот этими косвенными фактами. Олигархизация, миграционные потоки. В интернете распространяются довольно жесткие ролики по поводу мнения простых башкир о том, что происходит. С Михаилом Делягином мы записали интервью, завтра оно выйдет на нашем втором канале, в пятницу оно выйдет. И в том числе мы там обсуждаем этот вопрос, что надо подавать депутатский запрос по поводу притеснения башкир в Башкортостане. Почему мигрантам создаются рабочие места, местным нет? Какие бывают оскорбления, другие случаи притеснений местных жителей? И они чувствуют себя как будто бы они не хозяева собственного региона. Такого быть не должно. Вот этот олигархический беспредел разваливает Россию в прямом смысле. Рвется там, где тонко. Даже если, не дай бог, выяснится, что кого-то там подстрекали цепсошные провокаторы с Украины, хотя я уверен, у них на это мозгов не хватит. В Москве, в Питере, в крупных городах в этом есть какой-то смысл. Кошмарит людей. И сегодня будут такие новости, как и в последнее время мы наблюдаем очередную волну терроризации российского населения. Отдаленный даже от Уфы городок. 400 километров от Уфы. Цепсошникам это не интересно. Эти массовые выступления, а они, если бы чиновники не позвали Росгвардию, а просто спокойно вышли бы к людям и начали нормально разговаривать, я уверен, люди бы разошлись по домам, и никакой Киев, никакое цепсо не раскачало бы людей. Там все местные, там все друг друга знают. Широко обсуждаются, вот, нет у глубинного народа пиетета перед Росгвардией, вот стоит Росгвардеец, вот его хлопают по плечам, вот ему что-то рассказывают. Да, конечно, это соседи, это все местные жители, это все обычные люди. Какие цепсошные провокаторы, какие там диверсанты 2000 километров от линии фронта, вы че, поехали кукухой. Это вопрос государственной системе, которая интересы олигархов ставит выше, чем интересы простых граждан, простых россиян. Мигранты здесь просто расходный материал. Болевые точки, как там язык и рабочие места для местных жителей, это побочные вторичные явления. Изуродованная природа, ну извините, лес рубит, щепки летят. Вот в чем ситуация. Глава Башкирии Хабиров, комментируя события в регионе, признал свою вину и вину муниципалитета в том, что они не объяснили людям, до конца не раскрыли сути содержания активистов Фаиля Алчинова и Руслана Габасова. О, у губернатора своя история. Олигархи вообще ни в чем не виноваты. Мигрантов в регион никто не завозит. Природу никто не уничтожает. Шихан, Куштау вообще трогать не собирались. Вам показалось. Не доработали не потому, что не стали людям объяснять, не потому, что говорили людям свысока, не потому, что еще три дня назад было понятно, что что-то назревает. Два дня назад я снимал об этом ролик. Вчера уже вся страна об этом заговорила, только сегодня губернатор высказался, надо было сразу отреагировать. Губернатор сидел, молчал. Не в этом его вина. Вина в том, что он мало объяснил, какие плохие люди там живут, а местные жители, они же ведь глупые, наверное, ничего не понимают, у них своей головы нету. Они ведь его не знают, они его не слушают, они не видят, как он живет. Кто это? Агент Госдепа? Который живет в каких-то царских хоромах, у которого огромная, там, шикарная машина, он в Майами, наверное, живет? У него квартира в Лондоне, как у некоторых депутатов нашей Государственной Думы? Или это простой парень, который, может быть, во многом ошибается, уже включен в перечень экстремистов-террористов, но местные-то его знают, и они его понимают, и разделяют многие его позиции. Почему это власть интересует? Прочаковская Елена Анатольевна. Следственный комитет задержал начальника управления главы Башкортостан по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую. Это вообще просто... Помните вот эти, да? Еще раз напомню, события в Дагестане. Захват аэропорта. Кого наказали? Подняли несколько старых уголовных дел и нескольких серьезных руководителей задержали, но не за аэропорт, а за старые истории. Про аэропорт делаем вид, что ничего не происходит. Ну так, для обывателя, который в новости глубоко не погружается, выглядит все логично. Вот были протесты, вот кого-то арестовали. То же самое, вот просто вот кто со мной следит за новостями, друзья, я вас уверяю, вы вообще свою самооценочку поднимайте. Вот эти простые вещи, которые мы здесь отслеживаем, их большинство даже профессиональных журналистов, обозревателей, политологов, даже не кумекают. Вы можете такие вот интересные наблюдения выписывать, у меня самого времени не хватает, но это очень интересно. Смотрите, в Башкирии протесты. На кого-то надо спустить пар, кого-то надо назначить виновным. Во! Задержали начальника управления главы Башкирии. это что такое? Она вообще ни слухом, ни духом, она работает многие годы в Московской области, в Красногорске. Ее задержали за какие-то стародавние истории. Но выглядит это как будто найден виновный, порядок уже навели, граждане можете спать спокойно, все виновные понесли наказание. В Дагестане, в Башкирии аналогичные подходы к решению вопросов. Слухи о задержании так, так, так. Свердловская область. Свердловские власти придумали, как заманить избирателей на выборы президента. В один день с голосованием 17 марта проведут всеобщую викторину опорный край по случаю 90-летия Свердловской области. Разыграют смартфоны, автомобили, мотоциклы и даже квартиры. Денег нет, но вы держитесь. Ради выборов, ради путинских высоких результатов нет. Для больных детей пришлите смс-ку. Для нужд фронта собираем сами. Блогеру любимому донат прислать государство ни копейки не платит. Для тех людей, у которых болит душа за Россию денег не будет. выигрыши, розыгрыши на выборах сколько угодно, друзья, сколько угодно. Оппозиция тоже себя прекрасно показывает. Это иностранный агент, экстремист, террорист Владимир Милов, команда Навального экстремиста-террориста, заявляет, я не буду призывать ставить подписи за Бориса Надеждина. Если я призову ставить подписи за Надеждина, то меня депортируют из Европы и вас тоже. Я только что обсуждал этот вопрос в МИД Франции. Владимир Милов сообщил это активистам. Он, кстати, не просто экономист из команды Навального, он был замминистра в России, он был серьезным таким чиновником в России. Снова рвется к власти. Оказывается, он ему указывают, что можно делать и что нельзя, чиновники французские. французские чиновники указывают российским свободным политикам, что можно и нельзя говорить. Классно, правда? Это называется «взяли за причинные места». Как говорят американцы, если взять человека за шарики, то остальные части тела придут сами. иностранный агент КАЦ призвал голосовать за Дованкова на выборах президента России. По его словам, он единственный достойный кандидат, который не делал и не говорил никаких гадостей. Ранее про Дованкова в том же духе высказывалась иностранный агент Екатерина Шульман. Во! Дованков, новые люди, предпоследнее место на выборах мэра Москвы. Друзья мои, это фантастика. Новый светоч для либералов оппозиционных. С Дунцовой не получилось, Надеждин тоже чем-то не нравится, вот, давайте за Дованкова голосовать. Социальные сети Ставрополя пишут, яйца пропали в минеральных водах. Может быть, Владимиру Путину кто-то все-таки расскажет, что на самом деле в стране происходит. курочка несет яйца, но только золотые и по цене, и по дефицитности. А то он вчера заявил, что у нас значит этот продовольственная безопасность высокого уровня. Годовой отчет Сбера по РПБУ показал, что банк окончил 23-й год с рекордной прибылью в полтора триллиона рублей. Это в пять раз больше, чем Сбер заработал в 22-м году. Кому война, кому мать родна. Российский доблестный сберегательный банк Германа Грефа заработал колоссальные бабки полтора триллиона. людям, которые сидят и не знают как вообще свести концы с концами. Вот мне тоже сейчас пишут, предлагают рекламировать кредитные карты. Не, я принципиально могу рекламировать только дебетовые карты. Все, что загоняет людей в кредитную кабалу, это кем надо быть, чтобы это рекламировать? У нас очень малый процент людей умеет использовать кредитные карты и так далее, чтобы вообще не было никаких просрочек, никаких процентов не платишь. Может быть иногда раз в год списывают немножко за обслуживание. Но если ты рекомендуешь, они сосут из народа кровь и гордятся тем, как много денег заработали, ну просто чудесно. Система налогообложения по кредитам, которые сотрудники банков, получают от работодателей, могут скорректировать, следует из ответа пресс-службы Минфина на запрос издания. Ведомство рассматривает внесенные поправки. Сейчас на фоне повышения ключевой ставки люди, которые берут в долг своих нанимателей, вынуждены платить налоги. А теперь налоги уйдут, исчезнут. Друзья, это вообще фантастика. Государство, Министерство финансов, которое всем говорит, денег нет, денег нет, пошли нахрен. Сотрудникам банков говорит, ребята, ну, если вы работаете в банке, возьмите деньги под низкие проценты. Еще раз. Оказывается, сотрудники банков, Сберов, ВТБ, Альфа и Газпромбанка и так далее, многих-многих других, получают деньги под меньшие проценты. А государство их так любит и ценит, что теперь еще и с этой дополнительной выгоды налоги платить не придется, бурные аплодисменты. Власти Донецкой Народной Республики ведут судебную кампанию по национализации активов семьи Виктора Януковича. Это фантастика. Тут на телеграм-канале Бриф опубликована довольно приличная статья, как много всяких имуществ в рамках разных исполнительных производств сейчас у семьи Януковича изымается. Янукович, который с 14-го года находится на территории России, беглый украинский президент, который является одним из главных виновников всего, что сейчас происходит. Всех тех десятков тысяч смертей, миллионов искалеченных судеб. Янукович, один из главных виновников, только в 2024-м году дошли руки разобраться с его деньгами. А вообще-то там коррупционных историй очень и очень немало было. Эти деньги должны быть национализированы, розданы, грубо говоря, людям. Собянин заявил, что ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. В Санкт-Петербурге возле Канонерского острова сбит беспилотник. То есть до Москвы-то еще до Подольска, понятное дело, долетало нередко. Чтобы в Питере работало ПВО, чтобы по Питеру летели беспилотники, друзья мои, я думаю, вы понимаете, к какому разделу новостей мы теперь перемещаемся. В прошлый четверг я предсказал, я понял, что начинается очередная волна терроризма со стороны украинских спецслужб населения нашей страны. Удары по Подольску, которые и так широко обсуждаются, что там коммунальная катастрофа и как бы доводят людей до точки кипения. Мало того, что у нас с светом проблемы, с отоплением, с водой проблемы, так еще и безопасность у нас непонятно какая. Прилет по Санкт-Петербургу? Ну и дальше по списку. Неизвестные угрожают взорвать городской суд в Ясентуках. Аналогичное сообщение получил рынок Лира в предгорном округе. Люди эвакуированы. На Верхесецком рынке начался пожар. Горит сразу несколько павильонов. По моим предположениям, если не все, то многие пожары, которые мы сейчас наблюдаем по всей стране, это поджоги, которые организуют с Украины. Взрыв бытового газа в частном доме в Махачкале. В результате происшествия пострадали четверо, погиб ребенок. Столичный аэропорт Внуково приостановил прилеты и вылеты. По данным базы объявлен план Ковер. Краснотуринск закрыли бургерные после отравления людей гепатитом А. Ну это вообще жесть. Я надеюсь, что к этому не имеют отношения украинские какие-то цепсошники. Как и взрыв бытового газа в Махачкале, это просто может быть люди пытаются сэкономить на отоплении, это приводит к печальным последствиям. Мы уже довольно много таких новостей разобрали с начала года. Угарный газ отравились в больницу, в морг и так далее. Взрывы бытового газа участились. А может быть это и не случайность. Я уже во все готов поверить. Массовое отравление, вы понимаете, что гепатита это не просто болезнь. Это хроническое смертельно опасное заболевание, которое там и... Ну, это страшно. Гепатит подцепить просто покушали. Дагестанская антимонопольная служба выявила нарушение в закупке питания для школ Каспийска. Жалоба АТПшника за действие администрации города Каспийск при проведении закупки школьного питания. Максимальная цена контракта 136 миллионов рублей. Короче говоря, и школьников кормят не поймешь чем. По всей стране. Это очередное напоминание. И в забегалоках быстрого питания все очень и очень непросто. Омечка отсудила 160 тысяч за то, что ее дом отключили от электроэнергии из-за долгов. Это прям хорошая новость. У нас уже админы увидели эту новость и спрашивают а что так можно было? Да, друзья, если вы видите, что из вас пытаются безосновательно пить кровь, накручивают вам показатели цены, тарифы за отопление, коммунальные услуги и так далее, у некоторых платежках, я напомню, уже были инциденты, какие-то непонятные строки, добровольное пожертвование, добровольный взнос для нужды своего и чего угодно, имейте ввиду, можно дойти до суда и добиться серьезных таких компенсаций, чего я всем и желаю. Сегодня жители дома номер 71 по улице Ленина выиграли суд поиску к администрации города Лобня. Наконец-то было доказано, что вот эти вот мрази незаконно подделали протоколы собрания жильцов, захватили дома, управления над домами начали стричь с людей деньги. При этом работы выполняются, как и по всей России, зачастую во всей этой отрасли, из рук вон плохо. Наконец-то местные жители получили свободу. Только вчера мы такие случаи тоже вспоминали. В 7 утра поезда ходили с увеличенными интервалами. В 8 утра Дептранс отчитался в восстановлении графика, но уже поздно. Московское метро снова сбоит. Как говорится, Собянин лучший мэр, но почему-то с советских времен мировая гордость мирового уровня памятник. Московское метро работает хуже, хуже и хуже. Они, конечно, что-то строят, но почему-то качество работы комплекса в целом оставляет желать, мягко говоря, лучшего. В Перми, в индустриальном районе провалился автомобиль. Ранее, несколько месяцев назад, тут провалился бетоновоз. То есть, в прошлый раз никто наказание не понес и решили, что можно особо не заморачиваться. Нормального ремонта проведено не было. Вот результат, вот последствия. Делайте выводы, дорогие друзья. Пожалуйста, если вы сталкиваетесь с бардаком чиновников, следите, чтобы кто-то нес за это наказание. Если бы автомобиль двигался на высокой скорости, люди могли бы просто скончаться. в яму попадает колесо, вылетает навстречку несколько человек в мир иной. А почему наши власти считают, что это какая-то небольшая проблема? Ну, подумаешь, ямка на дороге. Простите, пожалуйста. Они так себя ведут, потому что они, видимо, в этом замешаны. Они, видимо, имеют какую-то долю с этого. Они, видимо, уроды, которые зарабатывают, рискуя жизнями людей. Я думаю, что таких людей рано или поздно надо всех пересажать на очень такие мотивированные, низкооплачиваемые, тяжелые работы. Опять, те же дороги строить. Если ты, как глава департамента, не можешь организовать нормальный ремонт и строительство дорог, ты будешь их строить в качестве рабочего. сколько человек может прожить без воды? Абсолютный рекорд жителей микрорайона текстильщик Донецка. С Донецкой Народной Республики Луганской приходит очень неприятная вообще история о том, что у них там в сфере ЖКХ, даже в тех частях регионов, где относительно спокойная ситуация с прилетами, с боевыми действиями, как люди выживают, ну, слушайте, это вообще, об этом надо отдельные фильмы снимать, и документальные, и художественные. Екатеринбург, поселок, где живет мэр Екатеринбурга и миллиардеры, мучается из-за воды. Престижный коттеджный поселок Красиозерский 2 остался без воды, а в поселке Красиозерский 1, они находятся рядом, где живет городская элита, включая мэра Алексея Орлова, резко упала ее качество. Друзья, ну, давайте немножечко этому улыбнемся. Оказывается, что чиновники сами живут на этой грешной земле, и если они думают, что развал России обойдет их стороной, я напоминаю пример министра Мурашко, министра здравоохранения, в какой-то момент, помните, произошло ЧП, его любимая теща, не дождалась скорой помощи, первая приехала, а оборудования нет, и вторая приехала, а оборудования нет, а третья приехала, оборудование есть, а уже стало поздно, до больницы довезти не успели. Мурашка. Слава таким министрам, которые на собственных родственниках испытывают собственные реформы, бурные аплодисменты, вот теперь екатеринбургские власти занимаются похожими вещами. Томск, в лице номер 8 обрушился потолок, вот эти вот ошметки, которые валяются на полу, это обрушенный потолок. Забота о детях, дети в нашем приоритете, правда? Курганская область, в школе после капремонта появились проблемы с отоплением и трещины. Трещины не абы какие, а прям хорошие такие трещины. Возможно, дом надо признавать уже аварийным, это как бы инженерные изыскания должны проводиться и приниматься серьезные решения. Алтайский край в камне на оби за холода в школе учеников перевели на дистант. Друзья, по моим представлениям, они собираются школы вообще ликвидировать, и в ближайшие несколько лет мы увидим, что постепенно в разных регионах дети начнут учиться через интернет дистанционно. То есть, вместо учебы детям подсунут вот такой вот суррогат, низкокачественный суррогат. Город Ревда, Свердловская область, нет времени ждать, прокуратура требует расселить аварийный дом для детей-сирот до конца следующего года, хотя по планам к расселению он стоит в очереди на 28-й год. нашим дорогим сиротам и тут, и там, и сплошь и рядом от Камчатки до Калининграда регулярно выдают жилье, в котором жить невозможно. В Челябинске замерзают сироты, то же самое. К нам обратились несколько семей, проживающих в доме номер 48. В прошлом году выпускники интернатов и дети, оставшихся без попечения родителей, получили от мэрии Челябинска на условиях соцнайма квартиры, в которых невозможно жить. Бурные аплодисменты. Город Лабытнагия, Ямал-Ненецкий автономный округ. Родители грудничков жалуются на холод в детской поликлинике. Груднички замерзают в детской больнице. Привыкайте, ребята, вы в путинской России появились на свет. Вам рассказывают, как вас любят, но привыкать к холоду, к отсутствию нормального отопления надо уже сейчас. Вот это прям Соловьев. Я бы вот с удовольствием просто сидел и просто перед Соловьевым зачитывал эти новости. Мне хочется посмотреть на его лицо. Не дня без прорывов. На этот раз в Новоказнецке вода залила проспект Запсибовцев. Об отключениях жилого фонда пока не сообщается. Новая коммунальная авария в Нижнем Новгороде. Центральное отопление отключилось на уровне Краснодонцев. Поврежден трубопровод диаметром 273 миллиметра. Без тепла остались 33 многоквартирных дома с населением почти 10 тысяч человек. Пожалуйста. Крупнейшие города в разных регионах. Сибирь, Урал, Поволжье. Количество пострадавших из-за прорыва трубы с кипятком в Новосибирске увеличилось до 12 человек. Это знаете, какая-то кармическая ситуация. где там вчера мы рассказывали тоже людей обварило кипятком. В Нижнем Новгороде что ли это было? Тоже 12 человек. И вот опять 12 человек. Так, давайте сразу уточним 12, 12. Вчера, вчера, вчера. А, нет, видите, это два раза я одну и ту же новость вам рассказываю. Это не новая новость, это вчерашняя новость, друзья. 12 человек обварились кипятком, это пока что никакая не кармическая история. А то мне показалось, что в разных городах одинаковое число людей пострадали от прорыва. Депутат Госдумы Андрей Гурулев, на фоне всего вот этого бардака, от которого у меня уже едет немножко крыша, хорошо, что скоро выходные, депутат Госдумы Гурулев предложил решить проблему ЖКХ поднятием тарифов на 15%. Экономическую составляющую никто не отменял. Тариф должен реагировать хотя бы на уровень инфляции. К сожалению, этого не происходило в последние годы. Сегодня придется повышать сразу минимум на 15%. Ситуация такая. Вы че? Но я даже не хочу глубоко комментировать, чтобы Гурулев не обиделся и не начал на меня в суд подавать. Это тот же Гурулев, который был у нас генералом, а он уже в сантехнике стал разбираться, в теплосетях. А когда вдруг это произошло? Когда он успел стать мастером на все руки? Про патриотическое воспитание школьников, специалист-эксперт. Про оборонную промышленность в сфере мантрова, он эксперт. В боевых действиях эксперт. Еще и в сфере ЖКХ. Потрясающий мужчина. Цены бы ему не было в системе главного управления лагерей. Екатеринбург. В полиции опровергли обрушение лифта в Екатеринбурге, заявив, что он лишь сел на клинья. не взрыв, а хлопок, не отступление, перегруппировка. В списке вот этих вот замечательных эвфемизмов и насказательных слов, кстати, напишите в комментариях, какие еще вы знаете такие насказания. Не обрушился лифт, а сел на клинья. То есть вот если бы он упал, вот прям вот совсем упал до уровня фундамента и люди бы там отправились в мир иной. Вот это упал, вот это обрушение. А если он, например, пять этажей пролетел и какие-то системы все-таки сработали, ну люди получили переломы, ушибы, ссадины, считайте это, ну сел на клинья лифт, что, какие претензии, вы что? Это фантастика, это блин, современная Россия продолжает поражать. Отписки вместо земли, участнику спецоперации, вот оно, герой вернулся, ура, Соловьев глотку дерет за него. Отцу двоих детей из Дагестана больше полугода не могут выделить участок Народный фронт в республике. Доброволец Джамалудин Амирханов написал заявление в МФЦ, собрал документы, что у него нет своего жилья вообще. Извини, парень, иди еще, наверное, повоюй. И может быть, через несколько лет твой вопрос будет решен. Бывший министр, бывший директор Карел Автотранса, обвиняемый в превышении полномочий и хищении денег, ушел на специальную военную операцию. Вы знаете, даже за последний месяц была серия сообщений о том, что довольно серьезные депутаты, чиновники, которые пошли на спецоперацию, погибли. Может быть, этот человек, который себе позволял лишнего, реально очень сильно изменится на спецоперации. Побудет в роли того человека, которому чиновники что-то обещают, а по факту все происходит совсем не так. Возможно, это будет реальный патриот. Соль земли русской. Потому что есть сообщения о том, что они не сидят в тылу, а реально рискуют жизнью. Боюсь, что далеко не все. Боюсь, что там есть всякие граждане. Теперь, чтобы поучаствовать в конкурсе непонятного Союза журналистов России «Золотое перо», журам придется раскошелиться. С этого года для подачи заявки авторам нужно заплатить от 10 до 40 тысяч рублей. Если что-то останется, отправим в фонд помощи нашим журналистам-ветеранам, добавляет председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Владимир Рудольфович Соловьев. Союз журналистов России. Они оценивают журналистов, которые денежки платят. Это просто вообще песня. Челябинск. Заказы перепутали. Мэрия Челябинска угодила в неожиданный, но очень характерный скандал. За 15 миллионов рублей чиновники заказали аэрофотосъемку города, но с условием, чтобы на снимках не было производственных дымов. Люди, которые занимаются этим, предприниматели, со всей ответственностью заявляют, что невозможно сделать таких снимков. Челябинск постоянно в дыму. Постоянно. Огромное количество предприятий. Людям дышать нечем. А чиновники хотят фоточки без дыма. По эффекту, по принципу эффекта Барбара Стрейзанд был знаменитый случай еще там сколько? Давным-давно, когда известная американская певица попала в скандал, потребовала, чтобы об этом никто не узнал. И это был сам по себе скандал, который раздулся до неимоверных масштабов. Они пытаются «Давайте у нас на фотографиях не будет дыма». Еще раз люди и предприниматели, а теперь еще антимонопольная служба будет разбираться, почему же на Дачелябинском всегда дым. 20-я школа, многострадальная 5-я гимназия. Когда перевели в 20-ю школу, молча приняла и смирилась, сообщает нам подписчик. Ситуация такая, что сделаешь? Школа большая, некуда наздеть. Думаю, ладно. Начали ездить, автобусы переполнены, водители хамят, откровенно грубят, везут как картошку неаккуратно. Перетерпела. Ни разу не ругалась, хотя очень хотелось. А это неправильно. Не надо устраивать просто скандал, ругаться там, оскорблять. Нет. Требовать надо постоянно. Марья Петровна, а когда? Станислав Васильевич, а когда? Константин Георгиевич, а когда? Дополнительный автобус, нормальный маршрут, дополнительный кабинет, дополнительный учитель, все, что вам нужно. Если вы молчите, вы думаете, что чиновники, они, наверное, понимают, насколько вам плохо. И рано или поздно сами они все для вас делают. Это так не работает. Только ваша активность это решение всех вопросов. Сегодня синие автобусы, что раньше довозили с нового года детей до 20-й школы, сегодня решили их не возить. С нашей стороны, как родители детей, школа обещала, что по поводу доставки детей проблем не будет, что пустят 16-й маршрут. Все родители в обязательном порядке дали заявление на имя директора на выдачу проездного билета. Короче, друзья, жесть. Просто жесть. Детей перевели в школу на время ремонта. Школа очень далеко. Пообещали, что будет автобус. Какое-то время повозил и перестал. Копейск. В Копейске школьник получил обморожение в ожидании маршрутки до дома. Не просто замерз. Не простудился, получил обморожение. Вот это забота государства о наших детях. Вот чувствуется. Просто чувствуется. Калининград. Ученики сороковой гимназии записали анонимное обращение к директору от лица известного блогера Мариарти. Они говорят, что ей нет дела до их школы. Все делается ради хайпа. Их раздражает, что когда приезжает проверка, нужно надевать форму и прятаться, если не на дел. Их бесит, что имидж гимназии теперь определяется количеством упоминаний в СМИ, а не достижениями. Короче, ученики ставят на место директрису. И у меня есть робкая надежда, что вот это новое поколение молодежи, оно будет гораздо более активное, чем наши родители и даже мы. У меня есть на это надежда. Молодцы, ребята, что можете сформулировать, в чем ваши претензии, в чем ваши требования. Хочется надеяться, что что-то в этой гимназии начнет меняться. Ну что ж, глобальные новости. В Китае проводят исследования над коронавирусами. Новый штамм убивает 100% грызунов. Это очень серьезная новость. Зачем вы это делаете? Если он вырвется на свободу. Своеобразные спойлеры. Друзья, просто страшно. Напоминаю, заботьтесь о своем здоровье, пожалуйста. Без этого никуда. Китай около двух недель скрывал от всемирной организации здравоохранения начало пандемии коронавируса. 28 декабря китайские ученые загрузили почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 в американскую базу данных. Но вспышку заболевания в Ухане называли неизвестной пневмонией. Короче, американцы в очередной раз в пандемии коронавируса обвиняют Китай. если бы даже что-то там они сообщили на две недели раньше, это бы ни на что не повлияло. Ни на что. Просто между разными глобальными элитными проектами, там Ротшильд, Рокфеллеры, там по-разному все это называют, в глобальной элите есть разные течения, сейчас есть определенная конкуренция за то, что делать прямо сейчас в ближайшее время в каком порядке и так далее, они там плюс-минус из одного всего материала сделаны, но тем не менее, кто-то хочет закопать Китай и назначить виновником во всем, а ведь у нас на подходе еще пандемии, а кто-то говорит, да нет, Китай тут ни при чем, тролливали. Гендиректор Всемирной Азербайджации здравоохранения Гебреисус заявил, что пандемия продемонстрировала невероятную силу вакцин, тестов, методов лечения других медицинских технологий и спасений жизней, но выявила огромное неравенство в мире. Я не буду здесь детально останавливаться, я об этом снял прогулочный ролик, который вы можете посмотреть на нашем канале не аудио статьи, еще больше информации мы будем обсуждать в нашем телеграм-канале. У меня есть подозрение, что новое заболевание больше всего ущерба нанесет жителям стран третьего мира. Латинская Америка, Африка, Азия. Возможно, оно сделано генетически нацеленное, потому что очень подозрительные вот эти вот заявления. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, и это меня новость чрезвычайно обрадовала, что необходимости вакцинироваться от COVID-19 больше нет, но относиться к заболеванию нужно осторожно. Растет госпитализация. Фантастика. Попова, которая всю страну сажала по домам, вдруг говорит, сейчас вакцинацию не надо делать, хотя уже в регионы поступает обновленная вакцина спутник Ви. К началу марта в России ожидается подъем заболеваемости гриппом варианта Б, а вариант гриппа А начнет сходить со сцены. Большая отдельная тема эпидемиологическая. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, кто еще не подписан. Компания Амазон получает в России оборотный штраф 200 миллионов рублей за работу в России без открытия представительства. Ну это так вот, обмениваемся санкционными ударами. Россия хочет запретить Великобритании вылавливать рыбу в водах Баренцева, моря нашего, денонсировать соглашение от 56-го года. Оказывается, несмотря на все истории, мы продолжали душа на распашку перед Великобританией. Они в наших водах без компенсации для нас зарабатывали бабки. Бурные аплодисменты. Государство терпило, государство кукол. Я не знаю, как это еще государство, не страну, государство охарактеризовать. Что это за чиновники, которые таким занимаются? Несмотря на запрет использования техники Apple в Доме правительства и Кремле, у вице-премьера Дениса Мантрова во время совещания с Путиным на столе был iPad Air Серый Космос. Техника Apple прослушивается, читается, взламывается, используется для слежки. Мантров, вице-премьер, который занимается в том числе оборонкой. Пусть дальше пользуются. Пусть дальше пользуются. Вы не понимаете, что это за шизофрения? Это какие-то больные, тяжело люди. Прошло 10 лет с момента, как Великобритания ведет против нашей страны экономическую войну. Вчера министр обороны королевства признался, что с 14-го года Лондон готовил украинскую армию к войне с Россией. А мы в 24-м году только планируем запретить англичанам вылов рыбы. Я вот пропустил это заявление, вот только сейчас его увидел. Оказывается, британцы признались, что с 14-го года готовили Украину к войне с Россией. Отвоевывать Крым и все остальное. Поэтому, когда говорят, что Украина точно не собиралась на нас нападать, я как-то с большим сомнением это слушаю. На Кипре обратили внимание на массовый уход российских компаний из страны. специально административные районы России с особым налоговым режимом или в соседние государства. Причина в политике новых кипрских властей, которые противодействуют обходу антироссийских санкций. Вчера я уже рассказывал вам про то, что TSG групп возвращаются в Россию или TSG крупные компании возвращаются в Россию. Вчера уже был такой пример. Оказывается, это массовое явление. То, что из офшоров возвращаются в Россию это ура. Это одна из лучших тенденций, которые сейчас только есть. Ракеты Кинжал оказались уязвимы для разработанных в 70-е годы. А Кинжал это же наша передовая техника. Для американских систем Патриот, которые сейчас используют украинские силы. Об этом написали не кто-нибудь, об этом написали китайцы. Крупное китайское издание, которое работает естественно под эгидой китайских властей, в Китае по-другому не бывает, заявляет, что российские вооружения не так уж хороши, как россиян хотелось бы это видеть. И это прям печаль. Сотрудники украинских военкоматов не имеют права требовать документы, для проверки, физически задерживать людей для мобилизации, заявил уполномоченный Верховный Ряд Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Это фантастика. Видимо, украинцы на доводском форуме как-то очень бледно себя чувствуют, им задают неудобные вопросы, ну и чтобы что-то на это ответить, они делают вот такое заявление. всем людям, кто следит за ситуацией, это кажется очень смешным. А вот это уже даже не смешно, хотя и смешно, я не знаю. Сторонник теории заговора, который утверждал, что власти Канады специально устроили масштабные лесные пожары в прошлом году, признался, что сам совершил 14 поджогов. человек говорил, это все Путин виноват, условно говоря, у них там Трюдо виноват, сам бегал и все поджигал. Нетаньяху сообщил глава Израиля, что война в секторе газа может идти до 25 года, они складывать оружие не собираются, они собираются воевать долго и упорно. Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну Генко Пикарди в Адонском заливе. США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене, только вчера говорили, что вроде мы больше не будем, теперь выясняется, обострение продолжается. Армия Пакистана нанесла удары по территории Ирана, а Иран что-то там сделал Пакистану. Короче, в регионе вот это напряжение нарастает. Инсайдеры говорят, что это все видимость, что в ближайшее время все закончится, в секторе в Йемене, Пакистан, Иран, они не хотят воевать. Видимо, кому-то хочется войны, а кому-то не хочется. Опять же, мы наблюдаем противостояние разных глобальных проектов. В Японии создали государственное приложение для знакомств. Сервис будет проверять годовой доход, документы для подтверждения личности, регистрация потребует предоставить справку об отсутствии брака и паспорт. Вы знаете, мне хочется, чтобы вот такие новости были про Россию. Мне кажется, что в 21 веке, когда молодежь вообще не может друг с другом знакомиться, этим надо заниматься. И даже на государственном уровне. Нигер совместно с Россией скоро начнет деятельность по наращиванию потенциала армии, заявил министр обороны страны. У нас вроде еще своя спецоперация продолжается, но африканцы просят помощи, в том числе это возможность заработать деньги, военной торговли вооружениями. Это большая статья расходов, доходов для разных стран, поэтому возможно африканские воины и молодые всякие там диктатуры, автократии очень активно будут закупать у России вооружение. В принципе, для нас это, наверное, хорошая новость. Курган. Курганским больницам вручили ключи от новых автомобилей. Долгожданная прекрасная новость. Хочется, чтобы в каждый российский пункт скорой помощи пришло как можно больше новых автомобилей. В Московской области будут выплачивать 20 тысяч рублей в месяц учителям на аренду жилья. Фантастика какая-то, дорогие друзья. Слава Богу, что государство начинает думать о такого рода мерах. Что вы думаете о ситуации? Пишите в комментариях, ставьте лайки. Вам я желаю не забывайте смотреть ролики на канале Павел Иванов, ролики прогулочные на формате не аудио статьи. Берегите себя. До встречи уже завтра. Вместе мы сила. Редактор субтитров А.Семкин